Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева. И сразу озвучу тему, которую мы обсуждаем сегодня. Это налоговые вычеты по НДФЛ. Кому и сколько положено. Телефон студии, напомню, мы находимся в прямом эфире. 65 10 99 6, код Москвы 495. Также можно написать на сайте финам.фм, на страничку программы «Формула права». Ваш вопрос, ваш комментарий. Обсуждаем сегодня НДФЛ. И у меня в студии Роман Шишкин, ведущий юрисконсуль Департамента налоговой безопасности и судебной защиты КСК Групп. И, Роман, я знаю, что вы еще и кандидат юридических наук, но защищали свое кандидатское по налоговому праву. Доброе утро. Доброе утро. Да, вы совершенно правильно сказали. По налогу на добавленную стоимость. Но я думаю, что это нам не помешает вести сегодня профессиональную и, самое главное, полезную беседу по налогу на доход без лица. Но мне и хотелось бы, чтобы программа наша сегодня была действительно полезной, потому что, как мне кажется, как я себе представляю, далеко не все из нас точно знают, когда они могут получить и за что они могут получить налоговые вычеты. Но прежде чем мы начнем обсуждать, в принципе, ситуации и виды этих вычетов, я бы хотела спросить вас, Роман, вот такой вот вопрос. И для того, чтобы наши слушатели поняли, в принципе, что представляет из себя вот этот налоговый вычет. Ну, смотрите, как бы абсолютно всем известно, что налог на доходы физических лиц – это определенная процентная ставка, до 13%, основная, об этом мы еще поговорим, которая удерживается из абсолютно всех наших доходов, за исключением тех, которые в 217 статье Налогового кодекса присмотрят на освобождение от их налогообложения. И вычеты по НДФЛ – это, по сути дела, та часть налога, которую мы с вами можем вернуть, подтвердив определенный их вид соответствующими установленными законами, документами. То есть, грубо говоря, извиняюсь, перебила, Роман, мы заплатили налог и возвращаем его? Да. А если я не заплатила? Если не заплатили, это мы опять-таки рассмотрим в качестве конкретных видов налоговых вычетов. К сожалению, оснований у вас нет. То есть, нужно прекрасно понимать, что если, допустим, ограничение по вычету 2 миллиона по имущественным вычетам, то вы 260 тысяч в следующем году не получите. То есть, мы анализируем справку по форме 2 НДФЛ за ваш предыдущий год, то есть тогда, когда вы это имущество приобрели, и, соответственно, именно данную сумму вы сможете в следующем году получить на свой расчетный счет в банке. Но мы сейчас об этом виде вычета поговорим. Правильно ли я понимаю, да, наших слушателей тоже хочу это донести, что, собственно говоря, вычет — это то, что мы либо заплатили, либо должны были бы заплатить, но можем не платить, потому что... Да, вот расскажите про эту ситуацию тоже. Да, безусловно. То есть, получается, что вычет у нас есть в 2 форме. Это та сумма, которую мы уже оплатили за прошествующий год. Можем ее просто вернуть. Да, мы можем ее просто вернуть. Либо, опять-таки, мы рассмотрим это конкретно на основе имущественных вычетов. Вы можете получить уведомление от налогооргана о подтверждении данной суммы, предоставить его работодателю, и в дальнейшем данная сумма налога просто у вас не будет удерживаться в последующие налоговые периоды. То есть, вам не придется заново обращаться к налоговой инспекции в соответствующей декларации. Эту сумму будет получать вместе зарплаты без ее удержания. То есть, есть два варианта. Первый вариант — когда мы берем за год нашу зарплату, естественно, официальную. Мы все понимаем, что мы сегодня говорим об официальной зарплате. Ну, не знаю, я не уверена, что в стране нет неофициальной зарплаты. Я думаю, что совершенно иная ситуация. Мы сегодня, конечно, говорим о белой зарплате. Конечно, мы говорим о том, что мы заработали и, соответственно, что показали налоговые инспекции, какие налоги мы реально заплатили. Первый вариант — мы реально заплатили с нашей белой зарплаты в предыдущем году некие денежные средства. В том же самом предыдущем году у нас возникло некое основание для получения этого вычета. Мы предоставляем нужный документ налоговой инспекции, и в пределах не более вот этой уплаченной уже за прошлый год нами суммы нам просто возвращают на счет чистыми деньгами. Правильно я понимаю? Да, абсолютно. А срок есть там какой-то? Срок возврата? Здесь, да, здесь мы, посмотрите, до 30 апреля следующего года мы должны представить налоговую декларацию, соответственно, приложить туда все необходимые документы. Сейчас возникают некоторые проблемы на практике по тому, необходимо представлять оригиналы данных документов, подтверждающие, да, будь то лечение, обучение, приобретение, продажа имущества, либо копия. Здесь вопрос отчасти спорный, и контролирующие органы здесь также не высказывают однозначного мнения. Но, исходя из практики, могу вам сказать, что представляете копии, и, скорее всего... Надо будет затребовать оригиналы, да? Да, то есть, скорее всего, представитель налоговой инспекции вызовет вас к себе для того, чтобы просто обозреть оригиналы, и, соответственно, копию вы заверите своей подписью. Итак, мы до 30 апреля подали декларацию, да, а дальше что происходит? Вот по этой декларации, по идее, мы имеем право вернуть, допустим, какие-то деньги, уплаченные нами в прошлом году. Что происходит дальше? Да, смотрите, здесь, как бы, мы переходим к определенной категории налогового контроля, да, здесь у нас будет осуществляться камеральная проверка данной налоговой декларации. По закону, это 88-я статья Налогового кодекса, это 3 месяца с момента ее представления. То есть, в рамках данного срока налоговая инспекция проверяет ваши документы, анализирует справки по форме 2 НДФЛ, потому что, как мы уже сегодня упоминали, именно отсюда будет определяться та сумма, которую мы получим в следующем периоде. Здесь, опять-таки, хотелось бы обратить внимание на спорный вопрос, что законодательство не обязывает налогоплательщиков вместе с налоговой декларацией представлять справки по форме 2 НДФЛ. Но, опять-таки, скажу, что на практике возьмите лучше у работодателя эту справку и представьте... Проще взять, чем объяснить, что не хочется. Я перефразировала немножко фразу для радиоэфира. Но здесь, опять-таки, нужно понимать, что справки по форме 2 НДФЛ, налогоплательщики обязаны представлять налоговые органы по всем своим сотрудникам. То есть, они, в принципе, должны быть в базе налоговой инспекции, либо в налоговой инспекции по месту учета, то есть эти данные. Но, опять-таки, скажу, что данные справки требуют. Итак, в рамках этих трех месяцев налоговая инспекция осуществляет проверку данных документов. Если возникают какие-либо разночтения, претензии, то, как мы обсуждали, либо для представления оригиналов вызывается сам налогоплательщик, либо, возможно, запросить в письменной форме. Что либо у вас не хватает определенных документов, либо дайте нам пояснение по определенным расхождению. Возможно, суммы неправильно определены, потому что мы сегодня об этом поговорим еще. Имущество может покупаться и отдельным фитрецом, и, к примеру, там, супругами на двоих. С семьей, да. Да, то есть, как бы, здесь все соотношения... Да, не обязательно супругами, собственно говоря. Да, да, да. То есть, как бы, вот эти соотношения нужно смотреть. И ошибки могут быть не только, к примеру, в отсутствии какой-либо справки, а подтверждение, что лицо является ветеран Великой Отечественной войны и имеет право на стандартный вычин, да, налоговый. Вот. Ну и, непосредственно, по содержанию самих документов. После этих трех месяцев, если у инспекции нет претензий к представленным вами документам, то на основе заявления на возврат налога, который представляете вы совместно с налоговой декларацией, осуществляется перечисление денежных средств на указанный вами банковский счет. А на перечисление есть какой-то срок? На перечисление после окончания камеральной проверки вы подаете заявление, и в течение месяца данные денежные средства должны поступить на ваш счет. Опять-таки, хотел бы наших слушателей уведомить об одном маленьком нюансе, что, исходя из законодательства, заявление на возврат налога мы с вами можем представлять совместно с декларацией. То есть не надо два раза ходить. Да, но почему-то налоговая инспекция требует представлять данный документ только после того, как прошла камеральная проверка, и после подтверждения налоговым органам уже сумма вычета. То есть они сказали, что все, право на данную сумму вы имеете, поэтому приходите и пишите заявление. Вот почему-то на практике это складывается так. В 2012 году было письмо Федеральной налоговой службы, то есть это руководящий орган всех налоговой системы Российской Федерации, которое разъяснило, что данные заявления вы можете представить вместе с декларацией. Но вот здесь мы видим определенные разночтения. Все очень просто, потому что человек еще потом, когда он дойдет в следующий раз до налоговой, может через полгода. Итак, мы получаем, что до 30 апреля мы должны подать декларацию. В течение трех месяцев проводится камеральная проверка, налоговая проверка, которая выясняет, все ли правильно в документах, все ли документы представлены налогоплательщиком, действительно ли имеет он право на это вычеты. Соответственно, после этого, я сейчас не буду второй раз повторять вопрос с заявлением, и после этого в течение 30 дней они должны подать, не подать, а перечислить, естественно, эти денежные средства, на которые имеют право на какой вычет. А вот у меня вопрос, есть ли просрочена, допустим, подача декларации? Ну, не до 30 апреля человек подал ее в следующем году. Здесь, да, здесь, смотрите, просто маленький нюанс, что нужно учитывать, что у нас декларация может быть как к уплате, так и к возврату. То есть мы не обязательно в каждой налоговой декларации предъявляем определенную сумму к вычетам. Может так получиться, что мы должны. И если вы имеете право на вычет, то есть на возврат налога, и подаете декларацию с просрочкой, то налоговая инспекция осуществляет проверку в том режиме, о котором мы сказали. Ну, то есть, опять же, 3 месяца 30 дней. То есть это не нарушение, потому что негативных последствий для бюджета не наступило, потому что вам должны, вы просто позже обратились. Здесь как раз негативные последствия для налогоплательщика, потому что он позднее, насколько он просрочил, получит свою сумму. Дольше деньги будет получать. А вот если, соответственно, мы обязаны представлять налоговую декларацию и не осуществили это установленным законом сроком до 30 апреля, то здесь проверка декларации происходит в установленном законопорядке, абсолютно том же, который мы обсуждали, но существует штраф по 119 статье за неприставление налоговой декларации. А он как-то зависит от суммы, которую мы не уплатили? Да, там зависит. У нас в соответствии с установленным законом нормам, там получается 5% от неуплаченной суммы, но не более 30%, и не менее 1000 рублей. То есть это что означает? Что если у нас по декларации к уплате 100 рублей, то, соответственно, считаем 5% это 5 рублей, но есть нижний предел 1000. То есть в любом случае штрафная санкция в данном моменте составит 1000 рублей. То есть, грубо говоря, такое резюме небольшое подведу по поводу декларации и процедуры. Декларацию можно подавать позднее, но за это существует ответственность. И работает эта ответственность в том случае, когда не вам должна налоговая инспекция на основании ваших документов, декларации, заявления что-то возвратить, а когда вы должны были оплатить налог на основании расчета, который содержится в декларации, но этого в срок не сделали, тогда вы заплатите некий процент от той суммы, которую вы, собственно говоря, не оплатили. Роман, я напомню нашим слушателям, что мы сейчас выслушаем новости, две минуты вернемся в эфир и будем уже обсуждать конкретные виды налоговых вычетов. Возвращайтесь и оставайтесь с нами. Итак, мы продолжаем обсуждать тему налоговой вычеты по НДФЛ, кому и сколько положено. У меня в студии Роман Шишкин, ведущий юрисконсуль Департамента налоговой безопасности и судебной защиты КСК Групп. Телефон студии, напомню, так как мы находимся в прямом эфире 651099,6, код Москвы 495. И также нашим слушателям напомню, что можно написать на сайт финам.фм, на страничку программы «Формула права», ваш вопрос, ваш комментарий по налогу на доходы физических лиц. Роман, давайте уже тогда перейдем к тому, какие вот эти вычеты бывают, какие и за что. Сначала как бы общий по группам. Мне бы просто очень хотелось нашим слушателям рассказать, в какой ситуации они могут либо не платить налог в качестве этого вычета, либо, соответственно, возвратить то, что они уже заплатили. Мне кажется, мы не обо всем знаем. Здесь, смотрите, здесь с налоговым кодексом установлены четыре категории возможных налоговых вычетов. Это стандартные налоговые вычеты, социальные, имущественные и профессиональные. По практике скажу, что наиболее часто встречающиеся – это, безусловно, имущественные и налоговые вычеты, потому что все мы с вами приобретаем квартиры, продаем их. Мне казалось бы, что более целесообразно было бы… Это касается только недвижимости? Здесь, нет, здесь касается недвижимости и в том числе транспортных средств, земельные участки, это дома, квартиры. То есть здесь абсолютно широкий спектр. Но, безусловно, самое часто распространяющиеся – это покупка, приобретение именно жилья. – Роман, я хочу вас перебить и перебить по одной простой причине. У нас два звоночка сейчас ожидают выхода в эфир. Давайте наших слушать. – Давайте. – Я вас слушаю. – Вот Марина на связи. Слушаем вас, Марина. – Добрый день. – Добрый. – У меня как раз вопрос по налоговому вычету имущественному. Вы знаете, у меня вот такая проблема. В 2012 году я купила квартиру и купила ее у юридического лица. Соответственно, я сдала декларацию и подала на налоговый вычет в свою налоговую инспекцию. Прошло три месяца, и они мне пишут акт, что у меня не хватает документов. Документы оформлены как договор купли-продажи, расписка и акт приема и передачи квартиры. Они настаивают, что у меня должен быть платежный документ какой-то от этой фирмы, на основании чего они приняли деньги. Но сделка была через банк, и я вот не знаю, насколько они правы, потому что все риелторские компании говорят, что ничего не нужно, кроме договора купли-продажи и, собственно, акта приема и передачи, что является гарантией того, что они деньги получили, а я получила квартиру в итоге. Правы ли они? Что мне делать? Спасибо большое за вопрос. Скажите, пожалуйста, маленькое уточнение, которое может иметь принципиальное значение для всего нашего вопроса. У нас просто отсоединился слушатель, поэтому давайте вот так. В режиме, да. Хорошо, давайте я прокомментирую эту ситуацию. Здесь необходимо принимать его внимание акт приема и передачи. То есть, если в акте приема и передачи между вами и продавцом или покупателем квартиры указано, что деньги получены. Самое главное, чтобы это было прописано отдельным пунктом, что финансовые претензии и стороны друг друга не имеют, то денежные средства перечислены в полном объеме, то расписки отдельно не требуется. На практике действительно... А какой-то другой, вот Марина, я так поняла, спрашивает следующий вопрос. Она говорит, а нужно, требуется у нее какой-то платежный документ, банковскую платежку, допустим, или что-то еще. Да, здесь смотрите, вот я как раз сказал тот момент, да, что либо мы это указываем в акте, либо это установлено законом, и в этом плане налоговая инспекция абсолютно права, что вы должны подтвердить получение... Соответственно, расходы на ее приобретение. Здесь, безусловно, надо сходить в банк, просто взять выписку по этому счету, подтвердить, заверить в печати банку. Здесь есть расписка, я думаю, что там, наверное, деньги передавались не через счет. Ну, она просто банк упомянула, вот этот момент, наверное, надо же было уточнить. Но в любом случае, расписка, это также является документом, здесь есть соответствующее подтверждение стороны Минфин, есть письма 2011-2012 года, которые говорят, что расписка является документом, подтверждающим несение расходов и получение денежных средств. То есть мне, Роман, перебью вас, но на вопросе Марине хотелось нашим слушателям сказать следующее. Тем более в случаях и в ситуациях, когда расчет идет не через счета, когда можно просто взять исполненную банком платежку и забыть об этом вопросе. В этой ситуации, помимо самой по себе расписки, которая нам в гражданском суде еще может, не дай бог, понадобиться, обязательно в акте приема-передачи отдельным пунктом указывать, что расчеты между странами произведены в полном объеме, финансовых претензий стороны друг к другу не имеет. Правильно я понимаю? Абсолютно верно. То есть и этого акта, по идее, даже без расписки, даже без платежки уже должно быть достаточно налоговой инспекции. Да, безусловно, потому что, как вы совершенно правильно сказали, что не всегда платежи осуществляются через банк. То есть путем перевода с одного счета, а между физическими, тем более как бы. Это банковская ячейка обычно. Поэтому здесь вот нашему слушателю я бы еще рекомендовал, возможно, обратиться в эту организацию и просто получить от них отдельное какое-нибудь письмо. И в качестве дополнения приставить его в налоговую инспекцию. Только здесь нужно понимать, что закончилась там проверка, либо нет. Потому что если она уже закончилась... Три месяца прошло, значит, по идее, закончилась. То есть здесь, соответственно, мы уже идем с обжалованием, то есть акта инспекции, последствия вынесенного решения, уже выстоящий налоговый орган, и последствия, если не добиваемся своего права, то в суд уже. То есть тогда нашей слушательнице нужно сделать следующее, получить максимум документов, если она от той фирмы может еще какое-нибудь подтверждение за их печатью, хотя это уже и не нужно, но если она может получить, то лучше получить и представить еще в налоговую инспекцию, если проверка не закончилась, если проверка закончилась. Но если она закончилась, ей должны отказать тогда, по идее, да, и она отказ уже может обжаловать. Я просто вот это на самом деле хотел пояснить, то есть смотрите, по процедуре нам выносится акт проверки, это еще не привлечение к ответственности, это не отказ в вычетах, то есть это просто инспекция нас уведомляет о выявленных нарушениях. И у нас есть 15 рабочих дней на представление возражений на акт проверки. Или дополнительных документов. Да, и как раз в течение этих 15 дней мы можем пояснить свою позицию и сказать, что дополнительно наши доводы подтверждаются такими-такими-то документами. Инспекция их может принять и уже вынести после этого решения о подтверждении вычетов. Если мы говорим о той стадии, что решение инспекции уже вынесено, то, соответственно, представлять документы здесь смысла уже нет. Здесь только единственный вариант. Только жалобы. Да, это либо уточненная налоговая декларация, когда мы заново подаем декларацию, все эти документы. Но в данном случае лучше пойти с обжалованием выстоящий налоговый орган. И в дальнейшем, если наша апелляционная жалоба будет оставлена без удовлетворения, то здесь только суд. Но здесь расписка была, поэтому я думаю, что налогоплательщик здесь прав, если там, безусловно, нет каких-либо нюансов. 65, 10, 99 и 6, код Москвы 495. Также финам.фм, сайт нашего радио и страничка программы «Формулы права». Там вы можете оставить ваше сообщение. У нас Владимир на связи. Владимир, слушаем вас. Доброе утро. У меня вопрос такого порядка. Значит, вот существует, как я вот слышал, какая-то некая конвенция ООН о том, что какие-то предметы первой необходимости не подлежат налогообложению. Ну, например, кастрюли, ложки, может быть, телевизор и так далее. Вот этот перечень нашей госдуры, хотя бы он какой-то должен быть, наверное, утвержденный. И граждане должны знать о нем, я думаю. Потому что, значит, вопрос такой. Крышина над головой у вас имеется, скажем так, домик тыквы. Он подлежит налоговое обложение, домик тыквы? Владимир, а у меня единственный, я уточню от себя вопрос, возможно, Роман его понял уже окончательно и полностью, а я еще нет. Вы спрашиваете по поводу налога на имущество, вот говоря о домике тыкве, да, то есть, грубо говоря, налоги на принадлежащее нам недвижимое имущество, если оно единственное. Или вы спрашиваете о том, будет ли вычета, если мы будем покупать тоже кастрюлю или телевизор или так далее. Нет, я сейчас говорю вот о чем. Значит, к вам приходит, допустим, из налогоинспекции письмо с требованием оплатить там налог на некогда приватизированное жилье. Вот у меня, например, конкретно, значит, скажу так. Значит, у меня однокомнатная квартира, общие суммарные площади вообще там с санузлами, со всеми делами 30 метров. Значит, вот какой-то минимальный, так сказать, порог должен быть, который не подлежит налогообложению, потому что я должен где-то иметь кровать под крышей, стол и кастрюлю, на которой должен кипятить хотя бы там суп или... Владимир, спасибо большое за вопрос. Немножко не по нашей теме сегодня, потому что это вопрос о налоге на имущество, да, но тем не менее, Роман, ответите? Да, здесь вы совершенно как бы правильно упомянули эту конвенцию, но нужно понимать, что в нашем законодательстве она реализуется через определенные льготы. То есть, если у вас есть какое-либо имущество, то государство, и в том числе это касается НДФЛ и налоговых вычетов, предоставляет вам определенный тот минимум, который не облагается. И за счет этого малоимущие граждане, либо, как вы сейчас нам пояснили, да, что квартира относительно небольшая и должен быть человек хоть какой-то угол, то, соответственно, здесь механизм защиты прав граждан реализуется именно через эти льготы. Если этот вопрос немножко повернуть в рамки нашей программы, то я хотел бы также пояснить, что перечень необлагаемых доходов, то есть тех доходов, которые получает физическое лицо, на которые не может быть распространена ставка и удержан в бюджет, содержится в 217 статье Налогового кодекса. Там очень обширный перечень, очень большой, и вот продолжая тему имущественных вычетов, мы об этом еще сегодня поговорим, из этого перечня вы можете просто проанализировать и посмотреть, что не может облагаться. Но здесь хотелось бы успокоить наших граждан, да, потому что налоговая инспекция прекрасно знает эту статью, и абсолютно очевидные нарушения здесь допускаться не будут. Давайте еще один звоночек премиум, я напомню, 651099,6 код Москвы 495, Сергей у нас на линии, здравствуйте. Здравствуйте, у меня как раз вопрос по, вот ваш гость говорил, что значит в течение месяца там должен решить вопрос о выплате и перечислении денег. Но только месяц после того, как закончена проверка, и вы написали заявление обязательно. Да, 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 вот у меня такой, значит, случай, я, ну, это уже даже с 2010 года, да, я тоже, мне почти все выплатили вот эти 260 тысяч за квартиру, да, там, за покупку, вот, осталось там 30 тысяч, да, и вот они висят с 2010 года, там, получилось так, что работал, ну, в принципе, в Москве, да, а вторую половину, там, как бы, оформлен был в Питере, да, вот. Вот, и все вот эти проверки там пишут, что, ну, это... Из налоговой вас, наверное, кидают, да, в данной ситуации? Нет, они меня не кидают, они просто говорят, мы, говорит, отослали там, типа, в Питер, вот, и все, и вот эти 30 тысяч у меня там висят уже третий год, и, короче, ни слуху, ни духу. Я там разговариваю, она говорит, ждите, ждите, вот третий год я... Как раз три года подождете, срок исковой давности закончится, и можете уже не ждать, Сергей. Ну, не знаю, сейчас Роман ответит, а я бы, честно говоря, уже давно подала в суд и взыскала бы эти деньги. Ну, это, наверное, правильный путь, да, потому что, действительно, налоговая инспекция должна сроки соблюдать, и денежные средства должны были вам уже давно быть взысканы. Это еще проблема, как они куда пересылают, и что они там делают, мне кажется. Смотрите, я бы вам что посоветовал. Учитывая, что у нас налоговый орган Российской Федерации, это единая централизованная система, то вы можете написать жалобы в вышестоящий орган, это управление либо по Москве, либо по Санкт-Петербургу, либо в центральный аппарат Федеральной налоговой службы. Сейчас к бездействиям относятся очень серьезно, и здесь как раз вы будете описывать не со стороны того, что вам деньги и средства не вернули, да, а именно со стороны бездействия. И данный вопрос может быть рассмотрен, и если вышестоящий налоговый орган, рассмотрев все обстоятельства, придет к выводу о том, что данную сумму вам необходимо вернуть, то будет вынесено соответствующее решение, она будет направлена и в ваш адрес, и в адрес нешестоящей налоговой инспекции. Если уже после этого инспекция ничего не предпримет и не вернет вам оставшуюся сумму, то здесь вы пойдете в суд, и, я думаю, что стопроцентно это дело выиграете, если действительно право подтверждено, и вопрос просто в заминке между Москвой и Санкт-Петербургом. Я единственное хочу все-таки напомнить по поводу срока исковой давности. Сказал про 10-й год наш слушатель. Здесь вопрос может возникнуть, с какого момента, считай, последнего решения, которое может состояться по той процедуре, которую вы сказали, или с того момента, когда, по идее, эти деньги вообще-то должны были быть уже перечислены в 10-м году нашему слушателю и не были перечислены. Я бы со сроком исковой давности, я, честно говоря, бы вообще не стала играть, потому что, в принципе, это такая штука, не буду долго на ней останавливаться, но если срок пропущен и нет уважительных причин, и соблюдена процедура его применения, то в этой ситуации выиски могут взыскать, даже если вся правда жизни находится на стороне истца. Отказывают просто потому, что данный срок пропущен, поэтому в данной ситуации нужно, конечно, более внимательно отнестись, и, мне кажется, так долго уж все-таки не ждать. Напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем тему налоговой вычеты по НДФЛ, кому и сколько положено. Две минуты мы слушаем новости, после этого возвращаемся в эфир и продолжаем обсуждать эту тему. Итак, мы обсуждаем сегодня тему налоговой вычеты по НДФЛ, кому и сколько положено. Мы находимся в прямом эфире. Заговорила что-то дважды, прошу прощения у слушателей. Тем не менее, мы в прямом эфире 6510-99-6, код Москва-495. Это телефон студии. Также финам.фм можно написать ваш вопрос, комментарий или историю какую-то по теме нашей программы на, соответственно, страничку программы «Формула права». Роман, прежде чем мы следующий звоночек выслушаем, у нас уже ждут люди выхода в эфир, но тем не менее, я бы все-таки хотела вас более подробно расспросить. Мы так не дойдем вообще до конкретики. Давайте, может быть, тезисно, но тем не менее, на что имеет право человек при приобретении недвижимости? Сколько раз за свою жизнь или в году или что? В какой сумме? Вот кратко нашим слушателям. Давайте я проясню. Да, действительно, если мы будем говорить об имущественных налоговых вычетах, здесь категория две. Покупка нами недвижимости и, соответственно, ее продажа. Давайте сначала рассмотрим продажи, потому что немножко покороче. То есть, соответственно, там есть две категории. Если мы продаем недвижимость в виде квартир, домов, далее и квартир, то здесь мы должны уплатить налог с суммы, превышающей 1 миллион рублей. Продаем за 2,5 миллиона, соответственно, миллион. С 1,5 миллиона вкладен 13%. Сразу вопрос, Роман. Скажите, я продала за 2,5 миллиона, но перед этим буквально за месяц я купила за 2,4 миллиона. Вот в этой ситуации как? Могу ли я, да, соответственно, представить документы, что на приобретение этого конкретного имущества я потратила уже какие-то денежные средства? Да, в данной части есть прямое указание. Это 220-я статья налогового кодекса. Это как раз имущественные налоговые вычеты. Здесь законодатель представляет право налогоплательщику. То есть, либо он пользуется той суммой, тем ограничением, которое дает ему законодатель в праве применения вычеты, либо, если у него есть подтверждающие документы нанесения расходов на приобретение данного имущества, то он может в полном объеме использовать... Вычесть расходы. Да, да. То есть, здесь будет не миллион рублей, если вы... А 100 тысяч, вот в нашем условном примере. За 2,4 миллиона я купила, за 2,5 миллиона, допустим, продала. Тогда у меня просто никакого не будет вычета, в плане вот этого миллиона, я имею в виду, да, но при этом я не буду платить налог от полностью своих подтвержденных обязательно расходов. Да, то есть, очень хороший нюанс, что вы правильно сказали, что здесь у нас сумма расходов, она не плюсуется к данному вычету, то есть, мы берем либо миллион вычета, либо подтверждающие документы расхода. Вот, ну, соответственно, здесь налогоплательщик уже путем арифметического подсчета, да, определяет, что ему более выгодно. Сразу еще у меня вопрос, Роман, скажите, вот то, что мы сейчас обсуждаем, это касается продажи только недвижимого имущества или иных видов имущества тоже? Нет, здесь в том числе у нас есть также иные виды имущества, самые распространенные из которых это транспортные средства, да. Но здесь сумма несколько другая, она повысилась недавно, сейчас она составляет 250 тысяч рублей. То есть, здесь у нас ситуация аналогичная, если мы машину продаем за 350, то со 100 тысяч рублей мы должны заплатить налог, подать декларацию, то, о чем мы уже сегодня говорили. Соответственно, если у нас есть документы, подтверждающие расходы в большем объеме, то мы не используем сумму вычетов. Но подать декларацию обязательно должны при этом, да? Да. Даже если купили дороже, чем продали, к примеру. Но мы должны уведомить и заявить свое право, потому что пока мы не приставили эти документы, будет налоговый вычет, либо подтверждающий расходы документов, налоговый инспекция не знает. То есть, это определенная воля и заявление физического лица, вот это нужно очень хорошо понимать. Кстати, очень важный момент для наших слушателей. И второй, давайте, пока что тезис, но я уже вижу просто настрою слушателей, хотят вам свои вопросы задать, чтобы успеть вывести их в эфир. Второе, самое интересное, я думаю, что для наших слушателей часть, это, безусловно, вычет с приобретения квартиры, да? То есть, когда мы тратим свои денежные средства. Здесь вычет составляет 2 миллиона рублей, то есть, мы можем один раз за всю свою жизнь, вот это очень важно, это в кодексе напрямую восстановлено, получить налоговый вычет в размере 2 миллионов рублей. Ну, арифметический расчет 260 тысяч. При этом, хотелось бы сразу обратить внимание, что это совсем не означает, что мы должны разово сделать сделку на соответствующую сумму. То есть, мы можем сегодня приобрести какое-либо имущество на 100 тысяч рублей, завтра на 1,5 миллиона, дальше на 1,7 миллиона. И когда мы превышаем вот эту сумму 2 тысячи рублей, то, соответственно, сколько бы дальше мы не заключали договор о продаже имущества. Да, 2 миллиона у нас в верхний предел. И используется только один раз. То есть, за всю свою жизнь, когда мы приобретаем, достигаем данной суммы, да, право на вычет мы теряем. Давайте, наверное, послушаем слушателей. Наконец-то 6510-99,6 код Москвы-495. Сергей у нас на линии, слушаем вас. День добрый. Добрый день. У меня к вам такой вопрос. Вот если получать налоговый вычет при покупке квартиры за несовершеннолетнего ребенка, в дальнейшем, может ли этот ребенок, когда он уже будет сам использовать этот налоговый вычет, когда он будет уже совершеннолетним, создаст свою семью? Хорошо. Просто я знаю, что было решение Конституционного суда по некоему вопросу, когда, знаете, налоговые отказывали гражданам в получении налогового вычета за несовершеннолетнего. Было решение в пользу граждан. И сейчас налоговые, в некоторых налоговых говорят, что вот вы получите сейчас за них. А он сам потом не сможет. Не смогут. Хотя в решении, насколько я помню, я просто давно это читал. И, к сожалению, сейчас очень сложно в интернете даже всю формулировку решения Конституционного суда найти. Сергей, буквально секунду перебью вас. Я просто предлагаю сделать следующее. Ну, во-первых, решение Конституционного суда можно на сайте Конституционного суда посмотреть. Вся в официальной версии. Но давайте сейчас не гадать на кофейной гуще. У нас же есть студия Роман. Давайте его спросим. Как там это звучало? Вот в этом случае правы ли они? Либо они вводят в заблуждение? Спасибо, Сергей. Сергей, спасибо большое за вопрос. Я просто знаю это решение Конституционного суда, да, то, о чем вы говорите. Давайте я поясню. То есть, действительно, суд сказал, что за своего ребенка вы сумму вычета можете заявить самостоятельно, то есть от своего лица. И фразу, то, что в дальнейшем ваш ребенок не сможет использовать право на вычет, его нужно понимать очень тонко и осознавать, что он не сможет получить вычет за данный объект имущества. То есть право на вычет в размере 2 миллионов рублей у него никто не отнимает. Просто это будет распространяться на дальнейшее имущество, которое он будет приобретать. Да, потому что в противном случае наступает, по сути дела, двойной вычет, потому что вы за своего ребенка получили в полном объеме, и он в дальнейшем при наступлении совершеннолетия также предъявляет вычет. То есть речь идет о том, что когда он вырастет, он не сможет сказать, а мои родители на эту квартиру потратили те самые 2 миллиона, и дайте-ка мне сейчас заново 260 тысяч рублей. Правильно я понимаю? Нет, да, это можно пойти в рамку гражданского процесса, да, уже взыскание с родителями, но это уже негативный такой совсем вариант. Я думаю, что это юридический юмор такой. Да, да, да. 65-10-99-6 код Москвы-495, Константин у нас на линии, здравствуйте. Константин, слушаем вас, день добрый. Добрый день, у меня вопрос не касаемо жилья, у меня вопрос касаемо медицинских услуг. У меня супруга сейчас родила по контракту, не в той клинике, в которой она была как бы переписана. Скажите, иметь ли она право на налоговый вычет именно за те услуги, которые она оплатила? Спасибо большое за вопрос. Да, это отдельные налоговые вычеты, мы переходим уже к социальной категории налоговых вычетов. Там прямо предусмотрено, что можно получать сумму, верхняя грань там стоит 120 тысяч рублей за один налоговый период. Маленький нюанс, что... Это сумма вычета 120 тысяч рублей или это сумма услуг? Сумма услуг, то есть получается, что сумма, превышающая 120 тысяч рублей, вы вычет получить не сможете. Здесь нужно понимать, что независимо от того, в каком лечебном учреждении вы проходили соответствующие реабилитационные курсы, да, либо курс лечения, здесь самое главное, чтобы у данного учреждения были подтверждающие документы, то есть это соответствующая лицензия на введение права, там, будь то операция на глаза, да, на сердце. То есть если мы по кассовому чеку заплатили шаману, то в данной ситуации вычет мы не сможем получить. Навряд ли вы получите, да, то есть это не зависит от учреждения, где она находится, здесь необходим только комплект подтверждающих документов. И в дополнение сейчас вот совсем маленько хотелось бы сказать, что в данную сумму вы можете включить не только сумму самой операции, но и сумму медикаментов, которые вы приобрели для совершения. Тут речь у Константина, по-моему, идет не об операции, а о родах, да, правильно я понимаю, Константин, если на линии еще? Проположа. Ну просто для справки, да, то есть если какие-то медикаменты приобретались, то данные расходы также могут быть в общую сумму. Но не более общей суммы, не более 120 тысяч рублей. Да, но обязательно должен быть рецепт врача. Рецепт. Да, то есть просто так мы не можем пойти в аптеку, купить какие-либо лекарства и заявить их потом в расходную часть. То есть такое резюме, хотя мы немножко перешагнули вперед, но это тоже, видимо, интересно и действительно интересно. Если у нас имеется контракт на роды, то мы тоже можем с него, с этого контракта, если, естественно, это лицензированное медицинское учреждение, получить налоговый вычет, но с общей суммы контракта не более 120 тысяч рублей. То есть там, соответственно, перечень тех оснований, по которым мы можем предъявить вычет по лечению, он останавливается в постановлении правительства. По-моему, в 2011 год было постановление. Ну, поэтому мы говорим не только о родах, в данной ситуации. Да, да, да. И там перечень нужно смотреть, то есть, безусловно, в медицине есть свои нюансы, и нужно поднять этот перечень, но в целом, как бы, расход на лечение, то, что я озвучил, сейчас общее положение действует именно так. 65, 10, 99, 6, код Москвы, 495, Алексей у нас на линии, слушаем вас, здравствуйте. 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 Хотел бы узнать следующее. Вот купил квартиру, ну, достаточно давно, в начале 2000-х годов, и имели, первый момент, это имели ли я право сейчас на вычет, и второй вопрос, я работаю в качестве индивидуального предпринимателя, вот как в такой ситуации быть, можно поступить? А скажите, вы приобретали квартиру именно как физическое лицо или в рамках осуществления... Да, нет, как физическое лицо. Спасибо большое. Это было, но, к сожалению, это было достаточно давно, до 2001-й год. Спасибо большое за вопрос. Я просто почему спросил про индивидуального предпринимателя, потому что у нас есть отдельная категория, это профессиональные налоговые вычеты. Если бы данную квартиру приобрели в рамках осуществления деятельности в качестве ИП, то, соответственно, вычет как физлицо вы бы уже здесь не получили. Что касается момента по предъявлению данного вычета, то на практике у нас закон не ограничивает право, когда вы можете подать декларацию, вы могли купить ее хотя бы в 1995-м году. Но у нас есть 78-я статья Налоговый кодекс, которая говорит о том, что излишне уплаченные налоги, а именно таковыми будут являться суммы имущественных налоговых вычетов, вы можете заявить только в течение трех лет с момента их уплаты. Поэтому налоговая инспекция в данном случае откажет и, соответственно, используя свой имущественный налоговый вычет при приобретении сделок с иным недвижимым имуществом. А у меня лично, слушая вопрос нашего слушателя, такой вопрос возник. Он, если он является индивидуальным предпринимателем, вполне вероятно находится на упрощенке, то есть, по сути, платит не НДФЛ, а некий другой налог. Вот как здесь это будет выглядеть? Это у нас отдельная статья, это профессиональные налоговые вычеты, и там прямо предусмотрено, что при налогообложении налоговым доходов из лиц у нас не учитывается прибыль, полученная в рамках действия в качестве индивидуального предпринимателя. Но у него нет дохода физического лица как такового, да, у него есть некий другой механизм, возможно, связанный с упрощенкой. Он может в тот налог, который он по упрощенке должен платить, включить этот налоговый вычет? Нет, там законодательство разграничивает, то есть, все, что у нас ведет индивидуальный предприниматель в рамках своей деятельности, учитывается там. То есть, там смотрятся доходы, доходы минус расходы. То есть, разные корзинки. Да, это две разные корзинки. По сути, правильно ли я понимаю, так достаточно кратко, потому что я вижу, что у нас еще есть слушатели, которые вам хотят вопрос задать, и прям рушится вся моя, весь мой план программы, можно сказать, потому что я хотела много рассказать, точнее, много расспросить, Роман, для наших слушателей. Тем не менее, правильно ли я понимаю, что если индивидуальный предприниматель не имеет доходов, как не индивидуальный предприниматель, как физическое обычное лицо, приобретает, ну, раз уж мы заговорили о недвижимости, недвижимость, он все равно физически, он имеет такое же право, но он не получит в ближайшее время, вероятно, никаких денег обратно или каких-то льгот, потому что он просто не платит этот конкретно налог. То, что он ведет как ИП, это некая другая тема с другим регулированием, правильно? Да, абсолютно правильно, только здесь мы с вами прекрасно понимаем, что здесь очень тонкая грань, да, потому что физическое лицо, он после шести вечера уже физик, с девяти до шести он индивидуальный предприниматель. И вот здесь вот нужно прекрасно понимать, то есть действительно были такие заявления, когда физлица от имени индивидуальных предпринимателей, используя это имущество, подавали на вычеты, и налоговая инспекция им отказывала. Но здесь везде вопрос судебного решения, в чью сторону он будет вынесен, зависит от того, какие будут критерии именно использования этого предпринимательства. А практика разная, да? Практика разная, потому что это очень субъективный вопрос, здесь нельзя говорить о том, что практика сложилась в ту или иную сторону. Я бы хотела, чтобы наши слушатели уже после того, как мы новости выслушаем, у нас буквально минутка до новостей, хотелось, чтобы вы кратко сказали, какие еще бывают виды, и мы с этой мыслью ушли бы в следующую часть программы. Смотрите, вот мы говорили о стандартных налоговых вычетах, здесь категории у нас по сути дела три, да? То есть это у нас 3000 рублей на ветеранов Великой Отечественной войны, на инвалидов Чернобыль, да, каждый месяц. Соответственно, по 500 рублей это те лица, которые понесли более мягкие травмы, то есть это по сути дела уборка чернобыльская, есть те же самые, которые участники тыла, да, соответственно, которые не выполняли прямых боевых действий. И третья категория, наверное, самая интересная для наших слушателей, это вычеты на детей. Здесь у нас сумма варьируется... Интересно, по факту, но не по суммам пока, Роман. По факту, то есть это вычеты на детей, там идут различные суммы в зависимости от количества детей. Верхний предел 280 тысяч рублей, то есть, соответственно, когда сумма дохода нашего налогоплательщика превышает данные, восстановленные с канадательством предел, то... Это в какой период времени? За год. То есть у нас налоговый период по НДФЛу, это один год, и именно за данный период мы все это считаем. Мы сейчас выслушаем новости, вернемся через две минутки буквально в эфир, и уже будем слушать звонки от наших слушателей. Слушайте нас, оставайтесь. Мы продолжаем обсуждать тему налоговые вычеты по НДФЛ, кому и сколько положено. У меня в студии Роман Шишкин, ведущий юрисконсульт Департамента налоговой безопасности и судебной защиты КСК Групп. Роман, я вот прежде чем мы звонок пустим в эфир, хотел просто один вопрос прочитать. Он еще до того, как наша программа сегодня начала свой прямой эфир, появился. А пока скажу нашим слушателям телефон 65 10 99 6, код Москвы 495, также финам.фм, страничка программы «Формулы права». Также можно туда еще успеть задать вопрос Роману. А тот вопрос, который у нас на сайте сегодняшнего дня вам адресован, звучит следующим образом. «Приобрел в городе Лобня квартиру без отделки, но в договоре не указано, что она без отделки. Дадут ли мне вычет с учетом расходов на отделку? И что вообще понимать под отделкой?» Спрашивает Владимир Бельков и говорит вам заранее спасибо, тем не менее. Каков ответ? Спасибо также за вопрос, но, к сожалению, нам порадует нашего слушателя или нечем. То есть если у нас в договоре не указано, что квартира приобретается без отделки, то в данном случае мы не сможем понести расходы соответствующие, не включив в общую сумму, получив с них вычет. А как раз возвращаясь к вопросу, что же такое является отделкой, то это прежде всего приобретение строительных материалов, их доставка, приобретение. То есть здесь сопутствующие именно отделки и ремонту эти работы. То есть если мы хотим, мы имеем право, если мы купили без отделки, потом потратили на ремонт, мы имеем право эти деньги на ремонт тоже включить в ичет или нет? Да, абсолютно, вы правильно сказали, вы имеете, но здесь нужно... В договоре должно быть прописано, что квартира продается без отделки, правильно я понимаю? Да, абсолютно правильно, и здесь нужно понимать, что какие именно там работы, если абсолютно всем это они включены. В налоговой инспекции всегда возникнут вопросы, что потратили... Зачем нам золотые ручки? Да, 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 абсолютно правильно, вы поняли вопрос. — И еще у него один вопрос, я думаю, что на него совсем кратко можно ответить. Кому следует адресовать письменный запрос ФНС или Минфину, чтобы получить ответ по вопросу о профессиональном вычете, так как Владимир, он директор пивоварни, вот, видимо, в связи с этим тоже у него вопрос. — Здесь, смотрите, наверное, отвечу отчасти общее, да, то есть, как бы направляйте и в Минфин, и в ФНС. У них очень тонкая грань, что Федеральная налоговая служба дает разъяснение по ставкам налога, по различному применению, а Минфин — это общие методические такие пояснения, то есть, как, в принципе, осуществляется у нас режим налогообложения. — Я вот ответила, я бы сказала, напишите и туда, и туда. Ну, вот, честно говоря, мне кажется, это было бы проще. Давайте выслушаем наших слушателей. 651099, 6, код Москвы-495. Александр на линии, слушаем вас, Александр. — Здравствуйте. — Добрый день. — Дочь купила квартиру, потом вышла замуж и вот пять лет не работала. Вы уже аналогично отвечали там товарищу. Вы сослались на статью... Сейчас она пошла работать и хочет подать на вычеты. Вы вот говорили, статья 78, что в течение трех лет, ну, вы как-то так объяснили быстро и скользко. Объясните подоходчивее. — Смотрите, да. Значит, сумму вычетов вы можете получить в том объеме, на который приходится налог за последующие три года подачи заявления. То есть, соответственно, в 2012 году она выходит на работу, она может получить в соответствующей справке 2 НДФЛ суммы налога за три предшествующих года. То есть, если мы берем четвертый год, 2012, это у нас получается 11, 10, 9, да. То есть, если она получала доход восьмого года, то на данную сумму она вычет получить не сможет. — А поясните, тогда мне даже стала интересна вот эта вот технология. Грубо говоря, человек подает декларацию. У нас нет ограничений. Если он не должен государству деньги, то, по сути, он никакой ответственности не несет, если он подаст ее позже. Вот если он подаст ее через три года, поменьше сроки возьмем, я пограничный специально взяла, вот этот трехлетний срок. В этой ситуации может человек претендовать на вычет? И, соответственно, имеет ли он какой-то срок годности этот вычет? Сколько лет я могу зарабатывать деньги для того, чтобы, в конце концов, компенсировать обратно то, что я потратила? — Здесь, смотрите, опять-таки, то, о чем мы уже говорили, вы работать можете и 10, и 20 лет, но за учет будет браться только та сумма, которой пришлось на вашу справку 2 НДФЛ по всем местам работы. Вот у нас человек здесь приезжал в Питер, да, здесь плюсуется и московская, и питерская 2 НДФЛ. — Нет, мы не спорим, что белая зарплата по всем местам работы, естественно, но сам факт. За три года я должна, грубо говоря, выгрести эту сумму, заработать и получить вычет? Или все-таки я могу хоть 10 лет получать, пока я, в конце концов, не заработаю этих денег? — А, вы имеете в виду, после начала права его использования? — Да, после начала. — Нет, после начала права его использования, здесь, соответственно, вы будете каждый год заявлять данный вычет, и пока вы 2 миллиона не используете, вам эта сумма будет, соответствующая справке 2 НДФЛ, перечисляться каждый год после проверки декларации. — А в ситуации, то есть правильно ли я понимаю, что даже если человек не работает, вот не работает, но тем не менее он приобрел и хочет, пусть не сейчас, но когда-то он там заработает, да, ему нужно пойти в установленный все-таки срок, и уж точно не пропуская трехлетний, подать эту декларацию, получить это право, а уж потом когда-то его использовать, или как? — Нет, нет, здесь, смотрите, здесь какой вопрос, то, что у нас вычеты применяются только в отношении доходов, облагаемых по ставке 13%, у нас есть и другие ставки, да, как бы там, и в том числе... — Мы говорим о дивидендах, да, сейчас? — Да, 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 то есть получается, что если у налогоплательщика отсутствует доход в налоговом периоде, то за данный период он не может заявить налоговый вычет, все. — Но он может получить бумагу на будущее, что ему дано это право, а потом он через 3 года пошел работать и бумагу эту отдал своему работе. — Здесь есть такой институт, что совместно с представлением декларации он может подать заявление на подтверждение со стороны налоговой инспекции, там выдается соответствующее уведомление о праве на налоговые вычеты. То есть он может так сделать и применять данную сумму только когда у него появится налогооблагаемый доход. — А это сроком ограничено после такой бумаги или нет? — Нет, после такой бумаги это как бы не ограничено, то есть мы получаем подтверждение и после этого можем говорить. Но здесь опять-таки нужно понимать, что наш физик, он должен пойти работать в течение этих трех лет, потому что если мы будем брать соответствующую сумму, то опять-таки возвращаемся к 78 статье, и там если мы заявление подаем истекает 3 года, то налоговая инспекция, уже не рассматривая главу 23 НДФЛ, она уже будет действовать по 78 статье и просто откажет. — А если мы, допустим, в конце третьего года вдруг что-то заработали, то дальше у нас уже опять неограничено, это как исполнительный лист прерывает срок трех линий. Я поняла, но это для наших слушателей, хотя, честно говоря, мне тоже была интересна эта механика. Слушаем Артем, Артем на линии, слушаем вас. Алло, Артем, у нас не подключился слушатель. А, нет, вот есть связь, Артем, слушаем. — Пожалуйста, вот у меня похожий вопрос. Я, получается, приобрел квартиру в 2008 году, не получал никаких налогов вычетов по недвижимости, и вот недавно стал индивидуальным предпринимателем. Как я понимаю, три года уже прошло, и никаких вычетов не полагается. — Ну, аналогичный, да, у нас очень хороший вопрос. Артем, ну, если я правильно запомнила ответ Романа, он сказал, что, к сожалению, срок уже прошел. Более того, мы рассмотрели вопрос, что там разные налоги в разных корзинках лежат. — Да, то есть данный предприниматель — это вообще совершенно раз. — Откажите, пожалуйста, еще раз краткий такой вопрос. Вот если я в будущем буду приобретать какую-то квартиру, и я нахожусь как индивидуальный предприниматель, налогов вычетов тоже мне не полагается? — Нет, мы отвечали уже на этот вопрос, что если вы будете приобретать данное имущество и использовать деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, вычет не положен. Если вы будете параллельно приобретать имущество в качестве физического лица и не использовать его предпринимательской деятельности, то вычет у вас никто не забирает, 2 миллиона у вас есть. — Но вы будете получать этот вычет за счет тех денег, которые вы не как предприниматель получите, а как физическое лицо. Вот в чем дело, Артем. Здесь важный момент. Спасибо большое. Давайте еще один звоночек у нас. Алексей в студии. Слушаем вас, Алексей. Алло, добрый день. Добрый. Будьте добры, вопрос. Строю загородный дом. Положено ли мне налоговые вычеты по завершению строительства? Могу рассчитывать? Да, спасибо за вопрос. Вы можете рассчитывать. То есть, когда вы этот дом построите, получите на него все правоустанавливающие документы, то, подтвердив соответствующую сумму расходов, вы подаете налоговую инспекцию, аналогичную декларацию и заявляете там данную сумму вычета. Но здесь очень важный момент, что нужно, это тоже для наших слушателей, особенно, когда идет какой-то ремонт или стройка, мы очень часто к квитанциям относимся несколько халатно. Более того, мы периодически их просто можем и не получать, купив где-то дешевле, без всяких чеков. Вот здесь нужно четко понимать, что расходы нужно будет обязательно подтверждать и подтверждать правильными документами. Какие документы правильные? Здесь расходы на приобретение тех же самых строиматериалов, на доставку. То есть это фискальные чеки или это расписка тоже может быть? Я могу купить у физического лица машину песка условно и написать расписку, он мне напишет? Ну здесь опять-таки, то есть если у нас физическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, то здесь должны быть документы установленной формы. Да нет, ну просто. Ну на рынке нет, мы не можем, как естественно, такие документы у вас никто не принять, потому что это документы между двумя физлицами. Различные монтажные, подрядные работы, то есть абсолютно. Документы должны быть все-таки официальные. Да, это должны быть официальные документы, потому что мы с вами прекрасно понимаем, и инспекция понимает, что можно документы просто на двоих себе составить, своим соседам, написать на коленке и приставить. Поэтому документы все-таки должны документально, это 252-я статья Налогового кодекса, подтверждать пенсионные нами расходы. Итак, у нас еще один звоночек, если я думаю, что мы постараемся успеть ответить на вопрос. Александр. Александр у нас сейчас на связи. День добрый. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел узнать такой вопрос. Квартира прилеталась в общую долевую собственность, доля правия на вторая. Налоговый вычет получен в размере миллиона на каждого из супругов одновременно. Дальнейший миллион можно получить каждому супругу? Да, можно. Здесь вот для понимания хотел бы сказать, что 2 миллиона это дается на одно физическое лицо. Вы можете использовать по частям, как я уже говорил, можете использовать разово. То есть сейчас получается у вас и у вашей супруги осталось еще по 1 миллиону на самостоятельное приобретение иных объектных недвижностей. Миллион вы использовали здесь, оставшийся миллион можете использовать в дальнейшем. А получить один человек не мог? Извините, Александр перебил вас, но просто тоже для наших слушателей. Один человек мог 2 миллиона за обе доли? Да, мог получить. Для этого необходимо составлять определенное соглашение, оно осуществляется в свободной форме. То есть один супруг пишет отказ налогу инспекции от данного вычета в пользу своего супруга. Второй, соответственно, дает на это свое согласие и может произвести полный момент. И тогда один уже не сможет, у него просто не останется больше, а у другого будет 2 при этом, да? Да, да, да. Это вот вопрос, мы по поводу сына разбирали, что в дальнейшем он сможет использовать в отношении нового объекта. Здесь точно так же. И еще один вопросик у нас. Александр, спасибо, у нас 2 минуты, я вижу звонки, но давайте попробуем, Роман. По обучению. Еще Александр. Я стараюсь очень коротко задать. Очень коротко. Такой вопрос, налоговый вычет за проценты по ипотеке, то есть вот эти 390 тысяч. Это был мой вопрос, расскажите, кратенько, кратенько только. Да, кратенько, они включаются кратенько. Они включаются, то есть я могу их отдельно от 260 тысяч? Да, да, абсолютно. И те, и те. Да, да. Понял, спасибо большое. Я бы хотела вам даже не вопрос задать, а просто спросить, потому что у нас полторы минуты. Я смотрю, у нас страшно быстро тикающие часы на мониторе. Но тем не менее, по поводу обучения скажите, потому что мы даже не озвучили даже слово, не обмолвили. По поводу обучения давайте совсем кратко. Расходы на свое обучение мы принимаем к вычету неограниченно, но с учетом верхнего ограничения 120 тысяч рублей. За все с жизнью или в год? В год, за одно обучение, за сам период обучения. И расходы на обучение своих супругов, детей, братьев, сестер мы несем на 50 тысяч рублей на одного человека в верхнем ограничении. То есть если я плачу за себя, то у меня больше суммы, если я плачу за ребенка, допустим, то это будет 50 тысяч рублей. 50 тысяч за каждого ребенка. И здесь точно так же у нас идет, правильно я понимаю, привязка к факту. Одно обучение, один размер вычета. Да, да, да. В данной ситуации не может получить. Допустим, я могу получить сама и плюс еще мой супруг 50 тысяч рублей. Если он заплатит часть моего обучения. Нет, там в кодексе напрямую написано, что 50 тысяч рублей с обоих родителей на одного ребенка. Ну не только на ребенка, на родственника. Да, на родственника, брат, сестра, муж, жена. Итак, мы обсуждали сегодня темы налоговые вычеты по НДФЛ, кому и сколько положено. Я напомню, что в студии у меня был Роман Шишкин, ведущий юрисконсуль департамента налоговой безопасности и судебной защиты КСК Групп. На самом деле, как и в каждой программе, иногда кажется, что узкая тема и в общем не о чем будет говорить. Условно, конечно, я утрирую. Но, тем не менее, всегда не хватает времени. Я понимаю, что нам сегодня тоже, Роман, времени не хватило. Но я надеюсь, что наша беседа была полезна для всех наших слушателей, потому что есть вещи, о которых мы не знаем, есть механизмы, которые мы не знаем, как применить. Я надеюсь, что наши слушатели немножко более богаты опытом в этом стали. Спасибо вам огромное. Каждый четверг в 11 утра «Формула права» в прямом фире.